Привет. Вот вы сейчас там сидите и ждете, что приду я и расскажу про какую-то крутую игру, в которую можно так хорошенечко засесть и поиграть, но нет. Сегодня я расскажу про игровой набор от Блади. Он недорогой и отлично подойдет для начинающих геймеров. Во-первых, тут у нас есть наушники, во-вторых мышка, но в-третьих, вот это, внимание, очень громкая, но симпатичная клавиатура. Итак, это полноценная небольшая клавиатура с подсветочкой и механическими клавишами. Но есть одно но, клавиши очень громкие, это с учетом того, что микрофон у меня вот там. Но вот во всем остальном клавиши просто идеальны. Срабатывает хорошо, есть четкий щелчок при нажатии и ты всегда будешь уверен в том, что кнопка нажалась. Но громкие они потому, что это зеленые тактические свечи лайтстрайк. Что поделаешь? Хочешь максимально точно чувствовать клавиши, терпи громкий клик. Есть еще одна приятность, когда бежать на клавиатуры. Это правильно сделанный пробел. Он не шатается и равномерно нажимается в любом месте. А это важно, когда ты играешь в какой-нибудь экшен или сессионный шутер. Также в комплекте есть набор дополнительных кнопок оранжевого цвета. Ими можно выделить основные игровые кнопки, если вам это нужно, конечно. Но лично я бы больше обрадовалась парочке запасных свечей. Потому что мало кому нужны кнопочки другого цвета. А вот запасные свечи это круто. Даже при том, что они практически неубиваемые. Кстати, у клавиатуры есть свое приложение. В нем можно записать разные макросы. Можно выставлять тайминги и действия для этих макросов. Есть и стандартный набор макросов для ММО, РПГ и ФПС игр. Называется Суперкомбо. И если нужно их можно отредактировать под себя. Ну и на вкладке Баттон. Ну ладно баттон. Можно настроить кнопки для активации макросов. А вот подсветку в приложении настроить нельзя. И это было для меня прям огромным открытием. Ну типа в смысле? Ну просто обычно если у клавиатуры есть RGB подсветка, ее можно настраивать в приложении. Ну или хотя бы есть большой выбор стандартного свечения. А тут всего три варианта. Обычное свечение разными цветами. Плавное включение и выключение. И выключенная подсветка. Ну и еще можно регулировать яркость. Ну как-то маловато. Сделали б хотя бы возможность включить однотонную подсветку. Ну и еще пара хороших моментов. Первый основание под клавишами металлическое. И это круто. Потому что клавиатуру фиг согнешь. Если кто-то захочет ее согнуть конечно же. Второй. Она влагозащищенная. Не помню когда последний раз разливала что-то на клавиатуру. Но фишка точно нужная. Ну и третий. Это размеры. Клавиатура полноразмерная. Но при этом компактная. И мне это очень нравится. И так. Мышка X5 Max. Вот это кстати самый дешевый гаджет из набора. И к ней вот вообще никаких вопросов. Работает хорошо. Большая, удобная, нет ничего лишнего на корпусе. Подключил себя быстренько. И играешь. По форме это классическая эргономичная мышка под правую руку. Все основные настройки производятся четырьмя кнопками на нижней панели. А чтобы изменить подсветку нужно зажать боковые кнопки и покрутить колесико. Вот это именно то что я люблю. Не нужно устанавливать какое-то приложение. Не нужно что-то там прописывать и долго настраивать. Идеально. И так. Что можно настроить. Тут у нас кнопка с тремя параметрами высоты и отрыва. Ниже настраиваем частоту опроса. Справа есть два варианта чувствительности. Стандартный DCPI из пяти самых популярных значений и PCPI. Который можно настроить максимально под себя. Зажимаем кнопочку. Кладем мышку на коврик и регулируем колесиком разрешение. Когда подобрали себе максимально комфортный уровень переворачиваем мышку и нажимаем на кнопку еще раз для того чтобы все сохранилось. Что касаемо кнопок то они хороши. Нажимаются с приятным и не слишком громким щелчком. Боковые кнопки нажимаются с небольшим усилием. И это хорошо. Так ты никогда не нажмешь их случайно и не испортишь катку. Основные кнопки тоже нажимаются хорошо и что самое главное по всему периметру. Это значит что мышка отлично подойдет под любой хват. Ну и колесико. Она тихая и с плавным ходом. Что касаемо наушников. С одной стороны это не самый популярный гаджет из нашего набора. Но у них есть интересная фишка. О ней расскажем немного позже. Главным недостатком наушников для меня стала их форма. Они просто огромные ну как для головы девушки. Ну а если вы парень и самое главное что вы взрослый парень то для вас будет ок. Круто что наушники легкие и не будут сильно давить на уши когда вы играете. Но все это из-за того что они пластиковые. Это не минус просто факт. Но учитывая их цену на больше рассчитывать не стоит. Амбушюры и оголовья обшили приятным кожзамом. И внутри оголовья металлическая пластина. Это значит что уши прослушат вам немало времени. Дизайн наушников самый простой. Чем-то напоминает стилы. Но попроще и с небольшим узором на чашках. Сами чашки немного проворачиваются вправо-влево. Но не складываются. Можно регулировать размер оголовья и подключить микрофон. Короче все стандартно. Микрофон самый обычный. Подключается отдельно. Можно сгибать чтобы приблизить его ко рту. И вы сами сейчас слышите как он звучит. Думаю для вас еще это хватит. Но ничего особенного. Ну что признавайтесь вы готовы вас на эту самую фишку этих наушников? Если да, то вот она. Это вот этот метровый. Это вот этот метровый USB переходник. Немного запутался. Вот. Он сделает звук ваших игр или даже в фильмах семиканальным. Это конечно будут виртуальные семь каналов. Но все равно интересно. Работает это конечно только с ПК. Но самое интересное, что вот этот вот переходник может сделать любые наушники семиканальными. Но вот сам звук у G600i обычный. Низов маловато, что плохо для музыки. Но нормально для игр и кино. Покрутите немного эквалайзер и станет лучше. Интересно, что наушники ооочень громкие. И на максимальной громкости можно выводить из них звук вместо динамиков. И у них есть маленькая деталь, к которой нужно будет привыкнуть. Крутилька громкости работает в обратную сторону. Крутишь вверх громкостише, вниз громче. Это ничего, если вы регулируете громкость мультимедийными клавишами на клавиатуре. Но немного неудобно, если у клавиатуры нет такой возможности. Ну что, как вам набор? Давайте признавайтесь, дешево и сердито. Лично мне из этого всего набора больше всего понравилась вот эта мышка. И я бы ее даже себе оставила. Клавиатура слишком громкая. У наушников есть переходник. Очень крутой. Но дело в том, что этот весь набор подойдет людям, которые понимают, что с ним делать. В общем, то что вы думаете по этому поводу? Пишите. Ой, я буду читать.